Сегодня мы поговорим об очень важных вещах. Мы поговорим о том, как мы представляем развитие эксклюзивного взаимодействия, как мы принимаем новые перспективы, которые открываются перед нами всеми при проведении образовательных программ, при создании продукта унитаза. При покупке унитаза продукта унитаза, но по-настоящему уникальна, такое, которое есть с чем сравнить. Очень хорошо, что здесь у нас в зале собрались представители многих культур. У нас есть высшая школа, у нас есть люди с... Я все еще не выручал определения. Альтернативные потребности и возможности. В виде сультурительной потребности магазина, куда они относятся, в том числе и те, кто занимается измениванием своей судьбы, например, в рамках реабилитационного процесса. Здесь у нас художники, которые занимаются созданием творческих, творческой среды, управлением творческой среды. И все это абсолютно разное, и это все очень интересно. И мы сегодня поговорим о том, как продавать новые уникальные инклюзивные продукты. Постепенно, по мере того, как мы будем заниматься, у нас больше будет понятие об инклюзивных продуктах, об инклюзивных продуктах, об инклюзивных продуктах, об инклюзивных продуктах. Но я буду, я скажу, как продавать новые уникальные включения. Включение в социальную жизнь, включение талантов, включение скридриспособностей человека. Не важно совершенно, как это связано с профессиональной деятельностью, хотя в основном я буду говорить про компании крупные, для которых, собственно, мы можем создавать такой продукт, каким образом найти ту нишу, ту область уникальную, которая закрывает именно продукты, построенные на развитие творчества, продукты, построенные на управлении культурой. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Я буду иногда рисовать. Какие-то вещи есть у меня в презентации. Тем, у кого есть, кто участвует в фебинаре, удобнее, потому что там презентацию видно, здесь у нас нет проектора. Я не знал. Очень люблю тогда мне задавать вопросы. Я бы не хотел, чтобы это была просто лекция. Так что я предлагаю вам как-то обмениваться информацией, мнением. Задачи, которые я хотел бы сегодня обсудить, во-первых, это как продавать абсолютно уникальные продукты. Мы любим сейчас поинклюзивные, но мы занимаемся рамками КАФ. Но сегодня мы все-таки акцент именно про это. А в принципе, вообще, как продавать уникальные продукты. Почему это реальная проблема? Потому что, например, можно продавать такие продукты, и мы постоянно это делаем. У нас получается продавать пора на росте найти. У нас получается продавать путешествия между мирами. Это прогулки с завязанными глазами по городу, по абсолютно незнакомому городу. Нам удается продавать очень многие вот такие дела, город, там, мэрио, молодежные, экономические, логические, волонтерские лагеря и так далее. Это проекты, которые заслужили свое, заслужили, привлекая постоянное внимание, и заслужили такое времена. Статусы приема имеют уже в наших предложениях. Но это далеко не все, во-первых. А во-вторых, нам бы хотелось, чтобы эксклюзивные продукты становились бы постоянным достоянием. Чтобы человек не просто заплатил часть и поучаствовал в одном мероприятии, а чтобы он снова приходил, снова приходил, снова приходил. И те, кто сегодня занимается, в том числе, реабилитацией, своей реабилитацией, да, в том числе поиском себя в будущем, да, тоже могут сегодня думать о том, о том, какие таланты и компетенции развиваются в рамках реабилитации. Для чего нужен человек с зависимостью, который освободился? Как он может помогать обществу, крупным компаниям в достижении их успехов? То же самое мы будем говорить про бассажирование, то же самое мы будем говорить про инклюзивные организации. Например, да, реально мы можем продавать абсолютно свободный беден. просто на уважение, просто на встрече, просто когда человек самостоятельно принимает решение, ему интересно попробовать, мы приходим, мы говорим, да, попробуем, и он, да, он покупает. Другой вариант. Совершенно человек находится в ситуации любого тупика, нельзя за что-нибудь схватиться, за любую надежду. Тогда он тоже будет нашим потребителем. Или, наверное, возможно, если мы говорим про какие-то технологии, которые продаются таким образом уникальные. Например, мы сдаем в аренду. Что мы говорим в обеспечении? Сдаются в аренду, и предприятия продумывают, и потом добиваются дуума, и потом мы его выводим на рынок. Мы с вами говорим про продукты, которые лежат вообще в новой сфере. Они лежат в области взаимодействия людей. Когда два разных человека, три разных человека, начинают коммуницировать, и почему-то в результате этой коммуникации они будут об этом показывать, рассказывать наши исследования, которые мы проводили. Проводим, в том числе с помощью восприненения референцифологов под лидической обратной связью, в том числе с помощью тестов, которые мы проводим. Мы используем психологических тестов для оценки качества изменений у людей, которые выступают в результате взаимодействия. Вот об этом я тоже буду говорить. И еще раз я подчеркиваю, да, мы не можем дать в аренду продукт, а как дать в аренду или как попробовать, и сколько раз нужно пробовать для того, чтобы был получен стойкий и позитивный эффект на предприятие, например. Ведь мы же говорим про коммерческие организации, для которых мы хотели бы продвигать наши продукты, для того, чтобы мы могли постоянно зарабатывать деньги. Второй момент, который я хотел сегодня обсудить, это, чтобы мы понимали, от чего строится на наш, для строится ингредиентом, на самом деле, на самом деле, мы предполагаем, выстраиваем уникальные коммерческие предложения. Это такое понятие, как культурный капитал. Есть у нас экономический капитал, есть у нас социальный капитал, мы об этом немножечко поговорим, и это называется культурный капитал. Почему-то вдруг в результате инклюзивного взаимодействия у нас меняется абсолютно культура, и люди совершенно по-другому начинают воспринимать себя и воспринимают по-другому разную культуру. И я еще раз подчеркиваю, я прямо сегодня сильно рад, потому что вебинар у нас будет длится около часа по-другому, а потом мы поглянем в рубинку, и в принципе, каждый раз здесь присутствующих даже не наблюдаются. Вся здесь конфессия принадлежат абсолютно разным культурам, хотя мы берем на русском языке. Но культуры на самом деле абсолютно разные. И в каждой культуре, мы об этом будем постоянно говорить сегодня, формируются свои уникальные компетенции. С одной стороны, в культуре формируются компетенции, с другой стороны, культура всегда наклонит ограничения. И поэтому люди из разных культур не имеют взаимодействия. И поэтому так трудно продаются уникальные продукты. Так вот, мы будем говорить о том, как инклюзивное взаимодействие помогает вставлению компаниям по взаимодействию, но на основе инклюзивного взаимодействия расширять, углублять все, что связано с культурным капиталом, а в перспективе с человеческим капиталом. Где мы оказались сегодня? В Екатеринбург. Мы говорили о том, что я к Екатеринбурге. В Екатеринбурге действительно оказались в абсолютно новой среде. И эта среда в первую среду конгрессу и в следующую возможность, который прошел в сентябре этого года. Тем мероприятиям, которые прошли после конгресса, на основании конгресса, в рамках реализации решения этого конгресса, когда у нас прошли в ночной практической конференции, были реализованы еще несколько проектов здесь, у нас, за рубежом, в рамках линия решения конгресса. Екатеринбург закончился сейчас в борьбе за проведение Экспо-2025. И это колоссальная, очень интересная потребность, каким образом мы сможем вовлечь в развитие, в реализацию этих вот проектов на сильное время, создание, как-то мы сможем сделать так, чтобы от проектов мы перешли к сервисам, то есть к постоянной экономической свободе, к постоянной экономической самостоятельности. От кратких промежутков как перейти к постоянным, чтобы постоянно зарабатывать на этом деньги. Мы говорили о том, что в Суверской области мы это позиционировали, и нас поддерживают некоторые правительства, некоторые министерства. Мы говорили о том, что Суверская область это уже сегодня, можно признать, это международный центр социальных инноваций. И мы правильно сегодня говорим, этот вебинар является примером этого, мы говорим о том, что у нас происходит экспорт инклюзивных технологий и сервисов. Наши технологии сегодня копируются в других регионах, за рубежом, они копируются, они воссоздаются, и мы пока понимаем, что этого не умеем. Но в самом деле это очень интересная штука. Когда человек начинает ездить по миру, когда человек начинает ездить по городам, когда он рассказывает и делится своим реальным опытом преодоления, реальным опытом, как он справился со сложной ситуацией, и это оказывается очень сильно востребованными людьми и предприятиями. И мы говорим о том, что сейчас уже идет подготовка, конгресс по идее начался, но пока еще такой этап подготовки третьего российского конгресса, который приедет в Севастополе. И цель этого Севастопольского конгресса это, собственно, реформирование инклюзивных сервисов. То есть мы должны в Севастополь приехать и рассказать, собственно, всем участникам этого конгресса о том, как проектов реалии инклюзивного взаимодействия. И вот сегодняшний вебинар и сегодняшнее мероприятие это часть этого большого, серьезного, глубокого, стратегического процесса, который точно совершенно запустился конгрессом, проявился конгрессом. Может, вопросы какие-то есть? Что мы можем сказать? Вот этот вебинар на чем построен? Это опыт инклюзивных образовательных тренировых программ, которые проходили в процессе подготовки первого конгресса. Это анализ коучинговых и тренировых программ, которые проводились в рамках программ реабилитации многозависимых, в том числе молодежно-экономический, волонтерский инклюзивный лагерь. Это школы мастеров инклюзивный, это анализ инклюзивных сценариев, которые проводились в нашем институте, и одна была Трость Пауэлла, Спорт, ВРЖД, ВАР, Артур, в других предприятиях компаний, а в аэропорту группных. Почему? Почему руководители заинтересовались? Почему они вкладывают деньги? Я думаю, что практически конференция об этом и говорилась, о том, что действительно компании даже заплатили деньги свои. Это в районе 3 миллионов всего был получен бюджет на тренинги, которые были организованы специально инклюзивным. То есть, такого раньше вообще никогда не было. Это, подчеркиваю, потребность реально существует, и сегодня мы будем говорить о той особенности, которую мы должны все вместе пропагандировать, продвигать, о которой строители развивали критерии эффективности, формировали критерии эффективности, для того, чтобы наш клиент понимал, за что он платит деньги, почему он должен полностью приглашать. Анализ мероприятий в рамках Дни инклюзии в Севастополе в 2016 году и анализ мероприятий прошедших по имени, это проекта ТОСАБУХА, вот все это было в целом результатах и анализ мероприятий, и анализ мероприятий, которые постоянно идем, продвигаются, и исследуются. Что нужно признать? Действительно, мы выходим на новый рынок. Мы создаем уникальный продукт, лежит в том, власти Голубого океана. Об этом трудно говорить. Голубой океан это еще считается абсолютно пустое пространство, кто пиарет, кто это, что называется, папа. Потому что тут точно, совершенно никого нет конкурентов, и мы можем на этом рынке в мире стать лидерами настоящими. Объемы этого рынка колоссальные, я об этом буду говорить. Но при этом, при этом, клиент не понимает, почему он должен лучше и продолжать к вам работу. Да, мы пришли, проверим мероприятие, привезли нагретантов, мы привезли людей с альтернативными потребностями невозможностями. Они рассказали о том, как преодолели, они рассказали, как справились, рассказали, как изменилась их судьба в жизни. Все не душевелись, а сколько раз нужно еще приезжать, о чем нужно еще говорить, как мы можем поменять, что действительно достигли необходимого эффекта. Как оценивать качество? Мы просто привезем человека, он рассказал о себе, или мы что-то хотим как-то изменить результат в перспективе, как клиент оценивает качество этих мероприятий. Как предвидеть уходильную или консультацию с сценариями программополезной в данном случае. Вот кого нужно обязательно всех по городу, завязанными глазами, а с кем нужно заниматься по анализам в темноте. Мы тоже должны со временем это понять, определить для себя, сказать, ребята, в этой ситуации с такой диагностикой вам нужно обязательно приглашать к себе рамы консультантов, пусть у них рассказывают, как загружают мозг тем, кто занимается реабилитацией, насколько важна практика постоянной деятельности ни секунды свободного времени для того, чтобы люди стали меняться. Или, мы говорим, нет, вот вам нужно на яхту сесть с людьми с интернативными потребностями и возможностями, и там на яхте что же выживали. А когда много некуда убежать, когда мы берем 15 километров, когда мы должны найти ресурсы внутренние для того, чтобы выжить, справиться, принять и раскрыть свои таланты. Каких эффектов мы должны ждать для оценки качества изменений у себя или в рабочем коллективе, с которым мы работаем. Вот об этих сложных вещах мы сегодня и будем говорить, но, еще раз о подчеркте, это важно. Предполагается сегодня, что мы обсудим четыре таких проблемы, которые существуют при долгосрочных отношениях, ну, скажем, с нами. Первое, это то, что у нас разные типы некиммерческих организаций. Мы об этом сегодня поговорим. И, естественно, абсолютно разный опыт, разный опыт преодоления, разный опыт развития талантов, разный опыт управления в коллективах. И этим опытом нужно делиться совершенно по-разному и в разных условиях. Второе, это профессиональное образование. Сейчас крупные компании, и вся страна переходит к профессиональным стандартам. Профессиональные стандарты прижимаются очень трудно. И я об этом могу очень много говорить. Наш институт, я, мои сотрудники, те, кто постоянно с ними взаимодействуют, это не понимают, что профессиональный стандарт, что мы тоже сегодня заканчиваем процесс реабилитации, да, что мы должны знать? Мы должны понимать, что есть такие программы, которые утверждены на правовании правительства страны Российской Федерации, и по этим программам обучают по всем специальностям. И будут обучать по всем специальностям. Но эти программы и эти профстандарты по-честному не нужны, например, работнику стопоперсонал. Они не нужны руководителю компании, потому что это лишние ограничения, это лишние проблемы. На самом деле профессиональный стандарт нужен только самому работнику. Впервые у нас с вами появилась возможность заниматься своим профессиональным развитием. Впервые. Пример, который я привожу по этому поводу, мы работаем в том числе и с государственными медицинскими учреждениями, вот пример оттуда. может быть назначен главным врачом человек некомпетентный. Может быть. Да, три года он будет работать, все будут заботиться плохо, будет унискивание культуры, не будет мотивации у сотрудников, у работников, у врачей, медсестров, развития в профессиональном росте. И туда может прийти молодой врач. Ведь три года он будет твориться в такой культуре. Через три года главный врач не будет зарабатывать больше. Почему? Потому что на сегодняшний день очень многое зависит от того, какие решения принимает главный врач, например. профессиональный стандарт помогает человеку вовлеченную профессию в свой самостоятельный рост, несмотря на то, как с ним работает руководитель, если человек активный, если человек интересующийся, то он может повышать свой профессиональный уровень через три, четыре года спокойно, совершенно, да, патендовать на большую зарплату. и это зависит от самого работника впервые. Раньше пока не пошлешь на повышение квалификации, но не пошлешь и не пошлешь. Сейчас можно об этом говорить. Еще вопрос, который мы должны сегодня говорить, и будет это очень интересно, разный уровень профессиональной культуры клиента. Разный уровень профессиональной культуры клиента. Что это значит? Мы правда видим, что нас кто-то не слышит. Мы сидим разговариваем с людьми, они у нас вроде бы русский язык, а люди говорят, я не знаю, о чем он говорит. У нас разная культура и разные уровни. Оказывается, мы можем достигать запланированных результатов, производственных результатов при низком уровне профессиональной культуры. Мы об этом будем говорить. Люди не вылечены, не заинтересованы в профессии, не заинтересованы в развитии талантов. И вот здесь инклюзивное образование, инклюзивное воспитание, инклюзивное взаимодействие открывает на наш взгляд колоссальные перспективы. Обычно образованием это вообще не решается. Мы можем у людей учить, мы можем их каждый месяц посылать на повышение квалификации, трепонетриинга и так далее, и так далее. Но развитие культуры это не менее обращение. Это прямо скачкообразный прирост. И мы тоже об этом будем говорить. И вот здесь как раз опыт преодоления, опыт выхода из болота, опыт выхода, реальный опыт своего развития перебитивной компетенции, который осуществляется в реальности, он колоссальный. еще раз подчеркиваю, пока мы не знаем как этим пользоваться, пока мы не можем сказать четко совершенно однозначно 5 встреч, 20 встреч, 15 встреч, 20 поле анализов темнотики, 16 прогулок через день. потому что нет понятных критерий эффективности. Коротко совершенно, совершенно коротко побежимся. Это для того, чтобы каждый из вас немножечко осознал, в такой культуре вы находитесь с точки зрения инклюзивного взаимодействия. Вот организации первого типа, они оказывают просто поддержку. Ну, например, чтобы чистенький был помытый, обутый или занимался бы там огурчиками, помидорчиками, и вот больше ничего не надо. Занят было, шутла до вечера, там пасет коров, ну и слава было. Вот пределе пределе никуда не проявляемся, никуда не уходим, это первый уровень. То есть никак не увлекаются люди в социальные отношения. Закрытые какие-то территории, закрытые структуры, оказывают услуги по обимитации. Обимитация. То есть мы стараемся, занимаемся правшей ориентацией и сопровождением уже известных стратегий. Например, реабилитант только зависимый правильный консультант. Все непонятно. Или человек с низким уровнем зрения, с отсутствием зрения, слепой массажист. Известно, известно, понятно, понятно, предсказуемо, предсказуемо, гарантированно, гарантированно. Мы вот этим делом занимаемся. Третью, я кажусь услугу по сопровождению деятельности людей с альтернативными потребностями и возможностями, обучая их в новых профессиях. Например, бизнес-тренер. когда человек развивает компетенции, он прямо осознан думает, что дальше будет через год, через два, через три, через десять. Как моя жизнь изменится, что такое новая судьба? Что такое новая судьба? Как она будет проявляться в перспективе? И четвертый тип это когда мы говорим о людях, которые преодолели, справились, осознали свою, мы об этом будем говорить, экстрабилити. То есть в результате реабилитации, абилитации, развития в профессии они нашли в себе такие компетенции, которые никогда не развились бы у них, если бы не было инвалидности и не было бы у них, например, нафетической зависимости. И именно благодаря тому, что они преодолели вот такого рода зависимость, у них какие-то способности развиваются новые, уникальные и новые открытые. И вычислили создать на основе этих экстрабилити свои продукты в начале проекта, а затем инклюзивные сервисы для того, чтобы оказывать услуги на открытом рынке, конкурируют на открытом рынке. Самостоятельно, открыто, эффективно и успешно. Вот такие четыре типа мы предлагаем для дальнейшего обсуждения. Естественно, у каждого из этих типов мы должны ожидать разной эффективности, разной подходы в разуме действия с клиентами, разной уровне помощи, тут ничего не сделаешь, это объективно, и разной социальной поддержки. То есть государственной поддержки разного уровня, мы тоже должны об этом говорить, это важно. По классификации понятно? Елена Александровна, между тем, я буду делать это деятельность. Для того, чтобы нас немножечко поразвлечь и рассказать вокруг чему мы надеемся строить все реклюзивные проекты, а дальше инкредитивные сервисы, я предлагаю немножечко поиграть и поиграть в игру, которая называется 7 сиренного общества. Сайл и форш софт Пава. Английский? У меня с английским не очень. Что это значит? Что это значит? Я предлагаю каждому из вас представить Мечту. Ведь у каждого есть мечта. Наверное. Я предлагаю вам представить свою мечту, как будто вы ее достигли. Вот как видно по вашему поведению, по одежде, по окружению, что мечта реализовалась. Вот я вам представить, пофантазировать. Мечта реализовалась. Что изменится в моей жизни, поведения, что изменится, когда мечта реализовалась? У меня ничего. А ты как указывай по-своему. Я сейчас пока не спрашиваю, потом поговорю по общим вопросам. Спасибо. Представляете, вот мы сейчас будем про эту мечту говорить. Мы исследуем вашу личную индивидуальную мотивацию на достижение этой мечты. Вот насколько вы увеличены в достижении этой мечты. Насколько она на самом деле является сильно мотивирующей. Средний пальчик, средний пальчик, это будет шкала. У нас в центре ладошки ноль. Средний пальчик, то есть край пальца всегда будет десятка. Значит, из центра ладошки, то есть средний палец, это как раз будет мотивация на эту мечту. Я предлагаю вам сейчас субъективно ценить сколько-то баллов. Центр ладошки ноль. Какая пальца, это десять. Вот сколько сейчас в баллов мотивации для достижения этой мечты. Что такое десять баллов? У меня есть план. Я по этому плану и буду. Я знаю, что будет через день, через месяц, через год для достижения этой мечты. У меня есть опыт и знания, как достигать эту мечту. У меня, я все поддерживаю. У всех, кто нужен, у меня стимулирует, поддерживает, помогает, чтобы я достигал эту мечту. У меня есть, я быстро меняюсь. Если полагается новое знание, это для почты слабо в жизни, слабо в жизни. Если мы делаем, я готов рискнуть для достижения моей мечты, я готов рискнуть, я занимаюсь. У меня все предыдущие, у меня есть план, я коммунирую гейм, я не знаю, все. У меня есть баллов. Субъективно, я пытаюсь, представьте, сколько баллов на самом деле эта мечта есть. Сильная пальца ноль, а максимум 10 – это два пальца. Сколько баллов? И вы себе тут нарисуйте там, или можно ручкой нарисовать. Сколько баллов – мечта. Указательный палец. Второй палец – это следующая сила. Это сила, которая называется опыт и знание для достижения цели. Достижения этой мечты. То есть тоже новый у нас цель своей ложки. Второй палец, указательный палец – это вот насколько у нас есть опыт для достижения этой мечты. Опыт и знания. Отценить уж объективно. Вот сколько баллов вы считаете, у вас есть опыт и знания для достижения этой цели для реализации этой мечты. Тоже как-то рисуем, отмечаем. Четвертый палец. Безымянный. Безымянный палец, четвертый пальчик, да? Это шкала, которая называется «действие по плану». По-русски «тайл-менеджмент», мы всегда так шучим. Действие по плану. То есть десятка, у меня есть тепла, и я поменю, я точно знаю, что будет через месяц, через год, для достижения мечты. У меня все вспомнило, и я только тут поведу, но это 10 баллов. Это призывание палец. Сколько у нас баллов? Следующий – это бизинчик. Бизинчик – это шкала, которая называется «интерес к новым знаниям». Насколько мне интересны новые знания и используем для достижения этой мечты. То есть десятка только из нас возбуждены. Классная мысль, новая идея, ради цели, сразу же это 10 баллов. То есть если нужно посидеть, подумать, это поменьше, да? Для бизнеса мы говорим, сколько раз должен сорваться переговоры, чтобы я заберется, а не пойти ли мне отменировать, там, на эти переговоры. Если я один два раза – это высокий уровень, да? Если там раз сорвались, два сорвались, три не сорвались, пять сорвались, пять сорвались, нормально все прокатит, это у нас пятый уровень. То есть следующий уровень – середина может. И большой палец, да? Пятый палец у нас большой, это у нас называется «интерес к веку». Десятка, да, большой палец, первый палец. Десятки – глупо выглядеть для того все, что угодно, ради цели – все, что угодно. И если мы нарушить правила для достижения цели – все, что угодно, это 10 баллов. Это у нас пальцы. Шестая шкала – это наша рука, с вами до локтя, от локтя, от локтя и выше, да? То есть в центре ладошки ног, к локтю – это 10. Это называется «активная позиция по увлечению других людей в систему, достижение вашей цели». Если коротко, как вы работаете с другими людьми, чтобы они вас поддерживали стимулировать? Если я жду, чтобы меня услышали и поняли, и они должны догадаться – это низкий уровень, ниже к нему, да? Если я действительно работаю, если я совсем не удивляюсь, если я заказываю, мотивируюсь, чтобы мне помогали, подсказываю, не звоню, наградуешь – это не чертюры – это высокий уровень. Таким образом, у нас с вами получается вот такая вот такая вот эдюра. Это у нас шкафер, и какая-то у нас у каждого получилась эдюра. По цене здесь 8, здесь 4, здесь 9, здесь 7, здесь 2, здесь 5. И какая-то картишка у нас у каждого получилась своя. Правильно? Все замечательно. А теперь, пожалуйста, ответьте мне… Это правда, не правда, что делали, пожалуйста, попрошу вас помолчать, не подсказывать, да? А вот кто делали, вот, извиняясь, это мотивация, да, с вами, с артементом, да? Ответьте, пожалуйста, на вопрос, это важный вопрос. Как ваша голова понимает, что где-то 4, где-то 5, где-то 7? Вопрос для всех. Как голова понимала, что где-то 4, где-то 2, где-то 9, где-то 8? Как голова понимала? Вопрос для всех. Вот это примерно. Что примерно? Оценивала возможности. Как и как голова оценивала возможности, как и что примеряла? Распоминяясь, вспоминяясь, как говорила думала. Ситуации. Ситуации. Это, конечно, это не субъективный вопрос. Но голова как-то понимала. Ведь разница же есть, у всех они есть, правильно же, да? Есть кто-нибудь, кто-нибудь, 10 баллов, все, 10 баллов. Нет. Нет, это будет, конечно же, да? То есть получается, что как-то голова понимала, что не 10. Правда ли? Вот как она понимала, что не 10, а не 2, а здесь 3, а тут 8? Как? Как? Ну, правильно, правильно. Оценивала голова, примеряя, сравнивала. Что сравнивала голова? Что сравнивала голова? С способностей с возможностями. То есть, без плюсов. Способностей с возможностями. Вы что-то хотели сказать? Что сравнивала голова вообще? Понимаете? Ну, возможно, может быть, как и раньше, если бы просто по-другому сейчас. Я согласен с вами, согласен, правильно. И что сравнивала? Ситуации. и что в голове она искала? Наша голова что искала в голове? Тогда решаю эти вопросы. Что с чем сравнивать? Вначале голова взяла десятку, правильно? Час на десять, час на четыре, правильно? Топим? Час на десять, час на восемь. Топим? Вопрос важный для всех. Десятка где? Десятка где? Идеал где? В голове. Десятка прямо сейчас в голове есть. То есть прямо сейчас ваша голова взбегает в целость. Сейчас у меня десять, ну и сейчас, ну десять, сейчас просим. То есть прямо сейчас в голове есть знание, как жить на десять. Услышьте меня, пожалуйста. Прямо сейчас ваша голова знает, как жить по максимуму. Представляете? Почему не живет? Потому что вот это называется зона комфорта. Вот это то, что нарисовано, да, это вот, это внутреннее, да, это самоограничение. Это зона комфорта. Каждый из вас сказал, я сегодня такой. Здесь четыре, здесь восемь, здесь семь. Я сегодня вот такой. На самом деле голова знает, что может жить лучше. На чем построены все процессы и все проекты про мидитацию в том числе, про мидитацию? Почему они таланты развивают? Потому что они есть и они скрыты. Но они прямо сейчас существуют. Возможно, они завозны генетически. Я об этом пока не знаю. Не очень может быть, что они завозны генетически. О, Константин, пожалуйста. Здравствуйте. И я хотел вам показать, да, что на самом деле у каждого из нас, а, есть все способности и таланты прямо сейчас, чтобы достичь результат и жить по максимуму. И с другой стороны, я почему-то, ну, не все пользую. Такая-то у меня есть такая зона моя, близкая, в которой я себя вижу. Хотя, в принципе, еще раз подчеркиваю, в голове есть все знания. Вопросы, комментарии, обсуждения. Пусть смыслы. Ну, что, человек, я смотрю, как жить по-максимуму. Ну, приветствую, а? Привет. Ну, допустим, у меня вот есть, да, мечта. Да? Я, наверное, не уверен, да, потому что я уже хочу ее, ну, в самом деле, в порядке, когда я буду говорить, вот, я не буду говорить. Да. Вообще мечты, мы тоже об этом будем говорить, мечты тоже социально детерминированы. То есть, нас обучили, что эта мечта правильная. Не очень, что она, в самом деле, правильная. Поэтому мы ошибаемся. Но когда такой вопрос, вы видите, я про себя рассказываю. Когда я обманывался, учился в школе. У нас были булочки и очень вкусный смак, из-за зубших, реально, вкуснятина. Стоил бы в советске именно 18-й пель. 18-й пель, завтра стоил 20-й пель, а 2-30. Дорогая, даже не 5-й пель, реально, дорогая. Вкуснятина. Я правду, когда вырос, то буду эти булочки каждый день есть. Давай, как я мечтаю. Ну, не обманывается, да, потому что мы разъедаем, что мы лежат в школу, выкинули все эти динамитры, такие платы и молока. Чудо. Да, 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 да. У меня не обманывался, но в этом не обманывался. Я восхищался с силами, да, и... Ну, что делать было? Эта тема очень важная, потому что в прикосновении к высшим состояниям, к высшим состояниям, мы об этом можем много говорить. Человек, например, думает, я хочу Мерседес не потому, что у меня заследство перемирения. Я хочу вафлю и молоко не потому, что мне нужны эти печеньки с молоком, а потому что с этим я связываю спокойствие, может быть, уверенность в завтрашнем дне, чувствую безопасность и комфорта. Понимаете? Я выхожу из Мерса и, понимаете, меня все уважают. Уважения хочется, а нас это является в Крыму только таким образом, с которым я сравниваю успех. Ну, это индивидуально. Такие вещи, кто про наш знал, кто про дом, кто про семью, кто про что-то еще, это мы пока сегодня будем обсуждать. Другой человек, я хочу вам показать, что у каждого из нас есть сегодня сквозные способности. Прямо сегодня. Необразоваваемые. Профессиональная культура должна быть направленная, то, чтобы все в профессии развивалось. То же самое во время реабилитации. Абилитации мы тоже развиваем сквозные способности и таланты. Только при реабилитации, при реабилитации мы понимаем, что перед нами люди с альтернативными, с особыми потребностями, с особыми возможностями. Они не могут поступать как все. в силу каких-то ограничений, в силу каких-то особенностей, боли или из них, чего-то еще. И мы должны понимать, что это есть. У нас есть скрытые способности. Есть еще вопросы, комментарии к этому поводу? Дополнения. Замечательно. Пойдемте дальше, как же мы все это делом будем развивать. К сожалению, у меня нет здесь презентации, чтобы вам показать. Но я могу, например, развернуть на какое-то время экран, хотя бездалека вы увидите. Перед нами измерение той же самой штуки, той же самой зоны комфорта, с помощью репенсфона. Вверх вы видите, или синий пилоток? У человека талантные способности разные, ну, местами там 80%, почти под 90% некоторые. А это реабилитация у лаурных наркотиков, которые вот только вначале такие. Насколько у меня все сужено. То есть вот реально совершенно он тоже может там, то есть 10%, 15% это вот как бы не можем фиксировать. не только субъективно измерять с помощью вот такой постой методики, да, мы можем объективно это измерить сегодня. Видно, да? Да. Ну, спасибо, Борисович, что видно. Так. А вот это исследование мы проводили в белой трости. Вот это вот исследование мы проводили в белой трости. После мероприятия, так называются, пороанализ в примуте, это реабилитация у лаурных наркотиков до, правая картинка, это до, то есть мероприятия. А вторая картинка через два с половиной часа. Видно, насколько у нас ламплитуда? Да. Так ли? Здесь у нас максимум до 30% доходил. А здесь у нас по некоторым параметрам там 80%. Через два с половиной часа. Те, кто был на конференции, которая проходила в дальнейшем фактической конференции, Татьяна там рассказывала об исследовании психологических, которые мы проводили в первые, когда это приглашали сторонних исследователей, это психологи занимались из... Ну, это ТВ-букой нажимали, который у нас здесь есть, там месяц с теми будем рассказывать. Там с помощью психологических тестов проводился деловой город, инклюзивный деловой город, имели сценарий вовлечения в взаимодействие по сценарию деловой город. Имерились, исследовалась мотивация и отношение к себе реабилитантов урала-безанкопии каждой опыте. Если до 22% за реабилитацию я думаю, что справлюсь там и так далее, остальные я влажный, бесполезный, там коллега, дворочный там и так далее, и так далее, через 2,5 часа рост в 2 раза, уже 44% говорит, я справлюсь, я верю в себя и так далее, мы выходим, а после этого мотивационная составляющая продолжается, глупо растет, глупо развивается, и там срывы были под конъектовым параметром под 80%. то есть отсутствие срывов в течение года и так далее, когда мы осознно используем такие вот инклюзивные мероприятия. Но вам это можно верить. Так вот, что мы верим, на что мы являем, что такое инклюзивное взаимодействие, правильно выстроенное, вот об этом мы сегодня и будем говорить. И еще раз подчеркиваю, здесь собрались именно люди, которые этим занимаются интуитивно, постоянно. Бессознательно, интуитивно каждый из вас вот этим занимается постоянно. Прошу прощения. Для того, чтобы как-то показать, что такое зона комфорта и ограничения, долго очень я искал научные какие-то философские аспекты, с помощью которых можно было об этом обосновать. И нашел исследование Пьера Бургье, который говорит о том, Пьер Бургье, говорит о том, что у человека есть три типа капитала. Я уже говорил, экономический капитал, культурный капитал и социальный капитал. Экономический капитал, по которому все будут регулярны. Это деньги. Культурный капитал это способность воспринимать брак многое от культуры. Например, человек понимает картину или понимает поэзию, или человек способен совершенно спокойно и классно хочет удовольствия от оперы. И он понимает насколько мотивация поднимается от того, куда он просто классно почитал книгу великолепно. Не просто молочками и теченьки, а книгу раз не веду. Еще и беды и счастливые развиваются, людей понимают. Это культурный капитал. Это культурный капитал и сцена капитала и культурный капитал. И сюда же относятся человеческий капитал, который развивает профкомпания, потому что нужно развивать человеческий капитал, инвестируй, человеческий капитал. Это очень важно. Так вот, культурный капитал, Пьер Бургей говорит о чем? Есть состояние, которое прямо в нашем теле можно видеть. Вот эту зону ограничений мы можем видеть реально прямо в теле, поведении, в словах. Например, сколько слов вы используете в своей жизнедеятельности? Это культурный капитал. Естественно, чем больше слов, тем больше культурный капитал, тем меня больше людей понимают. Если я знаю еще английский язык, мне еще больше людей понимают. То есть на самом деле все можно измерить, все можно сделать критериями эффективности. Объективное состояние уникартины, дизайн городов. Мы видим, как организовывать дизайн городов. Мы не сегодня видим доступную среду. Да, это тоже относится к культуре. Но что такое доступная среда? Если раньше человек, например, на коляске, мог спокойно по тропинке подняться в горку, или там классно выглядеть за городом, мы решили нанести порядок в культурный город. И там поставили лестницу. И человек, если раньше мог подняться, то теперь он стал в него рядом, потому что он не может подняться. Он оказался там То есть мы вот такими вещами создаем рамки и ограничения культурного капитала в том числе. И институализированное состояние, образование, образовательные компетенции как-то по поведению человека мы видим, что он обозунул, что ему нужно получить дело, как-то мы понимаем, что он справится с полученным заданием, что ему за денег как-то мы поведение понимаем. И это проявляется в образовании. Чему мы и делимся, в какой культуре. Так вот, что интересно, я очень прям благодарен Пьеру Бурдио за то, что сформулировал эти идеи. Культурный капитал может быть приобретен без какого насаждения. Он передается интуитивно. Культурный капитал передается интуитивно. Пример. Человек приходит на производство, а там низкие умные культуры. Чему он будет интуитивно учиться? Адаптивно он везде будет адаптироваться. Этот же человек попадает в другую культуру. Там все величины, занимаются проектами, улучшают производство, повышают на самом деле спокойно повышают производительность трудов, заработают в деле. Но интуитивно это не учится. Чем попадают на реабилитацию, он интуитивно обучается правилам. Те, кто занимались в разных реабилитационных программах, знают это состояние первые 2-3 месяца, когда надо терпеть, потому что там другие ценности и правила, а вообще люди по-другому живут. я не понимаю. Это правда, это прямо мы можем ощущать, люди правда с этим осознаны для работы. И еще подчеркиваю, интересно сказать, перед Бородиалом сказал, и одновременно культурный капитал угасает и умирает вместе со своим владельцем. И угасает и умирает вместе со своим владельцем. Так вот, для чего нам все это нужно. Все мечтают передавать вот этот культурный капитал. Все мечтают научиться сделать так, чтобы люди понимали смыслы, символы, образы, чтобы мы могли разговаривать просто и быстро. Чтобы мы могли быстро вовлекать во взаимодействии людей, ставить отношения. 80% нашей информации, которую мы называем программ, это работа с сопротивлением. 10-15 круто, если 30 человек взял и после семинара использует. Это прямо круто. 30% круто вообще. В лучшем случае 5%, 10%, 20% перемотали немножечко назад к нашим исследованиям, которые мы проводили, избежали с помощью ОРГ. 2,5 часа у человека расширена зона комфорта. В голове всего это есть. Человек сформулировать не может. Он словами это сказать может быть не может. Но в результате инклюзивного взаимодействия сразу расширяется зона комфорта. сразу за несколько часов. Так вот, что сказал об этой зеленой линии и об этой синей линии сказал пиагу Каждый из нас даже если в жизни даже негараптизм не потребляет в год, вы подходите к магазину там стоит человек и понимаете это будет глубокий. Правильно же? Это же видно. Видно. Он может молчать. У него будет лицо определенное. Правильно? У него будет рынки выражать. У него все будет видно. А где уже определенное? Это габитус социальное интервинирование. На западный вопрос, почему мы так живем? Потому что школа, садик, образовательные программы пока что направлены на то, чтобы человек жил в зале комфорта, а не развивало талантные способности. Вы представляете, например, 15 лидеров талантливых детишек в группе. 15 лидеров. Что будет со спитательницей в вечер? Ну никто. Все они самостоятельно будут лидеры. Да ну как она выдержит? Вечером она обязана отдать родителям здоровое и лучше вообще чистенькую ребеночку. Все, какие-то лады. Она бы хотела с удовольствием, но для того, чтобы каждому ребенку по педагогу что ли станет, хоть и сколько-то сказать бы, это же как бы невозможно. И, к сожалению, ну еще вот не сделать, конечно, так. Мы стараемся найти программы изменять, добавлять, улучшать, все время процесс идет. Как сделать так, чтобы повысить качество обязательного процесса. И мы с вами сегодня говорим о том, как с помощью инклюзивного взаимодействия можно действительно очень быстро это делать. то есть, еще раз подчеркиваю, это вот культурный капитал, способность читать силы, догадываться о других людях, воспринимать интерес, почувствовать интерес другим людям чужих, не успех. Да? Что очень ценно, например, если мы говорим про реабилитантов, да? Как много реабилитартов, вот те, кто занимается изменением судьбы, например, в центрах инвестиционных по поводу зависимости, наркотической зависимости. Как важны спикерские программы? Это новые знания, это же самое, увеличение мышления, какое-то как это. Вот так важны, так ли? Важны, а люди реально важны. Потому что вот это и есть, человек смотрит и расширяет программы. Он говорит, и так что не можем? А что и так что я даже пускай не мог? И что справился, ну-ка, попробуй, ну-ка, что еще? Это придется интимативно, не словами, да и слова вроде бы но при этом мы в действительном году, что человек использует обык другого человека, успешного человека, интуитивным образом и создается вот та самая интересная света, которая развивает свои таланты и способности быстро. Второй обык, я бы тоже обладает силой и направляет мышление на узнавание, мы узнаем своих и не на узнавание других. Помните я об этом говорил, когда говорил про то, что мы только русские разговариваем, они понимают, чё, что говорят, что говорят, чё, это гапитус, наше воспитание направлено на то, что мы или понимаем, или не понимаем, и прямо на это мы тратим силу, чтобы мы не понимаем. Что, насколько мы встречаем именно инвалиды на улице, какая наша первая эмоция, инвалиды на улице, не веримы на улице, а вторая иначе, что там, как там, как он живет, вообще, у меня в целом не хочет учиться, я даже думать не хочу. А если официально активен, а если официально активен, ну, ну, как живет вообще, что такое, и мы сразу начинаем прикасаться к травмам, которые скрытся. На них можно рассказывать много ноября. Но когда мы видим другого человека с другим гапитусом, наш гапитус разрушается. Мы становимся более открытыми. И именно гапитус определяет трудности перехода от с высшего на высший уровень культуры. Мы об этом сегодня будем говорить. Сформированный социально-другимированный гапитус, например, в этом предприятии, мешая людям прийти на высший уровень. Вот об этом вопросы, мысли, идеи, комментарии. Все непонятно, нужно что-то расшифровать. подробнее, как бы вы помочь, но на это как-то... Вот гапитус. Вот каждый рисовал свою штучку, вот сегодня я такой, это у меня испугали гапитус. Я так учил жизнь, опыт, знания, семья, школа, телевизор, конкузировал во дворе. Они, наверное, учили вот так пользоваться ресурсами, не полностью. Да. Это и опыт тезы. Еще раз подчеркиваю, можем уже, вот взятное, все через опыт, можем через знания, да, через интуитивные вещи, через сны, можем воспринимать это все. Небезательно же, это бессознательный вопрос. Несколько мы пользуемся всеми талантами. В этом случае только поведение, да, проявление. То есть все эти? Да, все эти? Да, все эти, больше всего. Все эти поведения, определенные, вот с одной стороны. Как правило, в институте, да. Как это, когда вы говорили, что это такое? Внешнее. Да, я это не угрозу. Я, как психиатр этого угроза, занимаюсь, всегда был внешнее проявление. А оказывается, можно гадерам человека говорить о его внутреннем культурном гаде, о его внутреннем замечании. И как раз вот мы об этом говорим. То есть внешне, по-другому человек не определит, вот на сегодняшний день, там, сельфика, вот это, гадит и все. Да? Да. А вот, например, ты говоришь, что вы подаете там в магазину и подняешь туда алкоголик, наркомат. Да. Это тоже гадит? То есть это внешнее. Это внешнее проявление. Да. 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 Ну, очень хороший вопрос. Как это происходит? Мы пришли к незнакомому помещению, да, там много людей. Что с нами происходит тут первые, там, 20-15 секунд? Ну, максимально открытость, что там, с кем разговаривать, как там, что там, как там, что там, что там, что там, что-то. И раз мы оказываемся в таком кругу, в котором мы находим вообще слова, общие идеи, начинаем обвиняться. И у нас продлинные, вот продлинные специалисты в рекординге за руку будут пыли. Вам будет интересно с этими людьми. Ну, так вот бывает, да? Ну, наверное, часто, вот это просто происходит, мы как-то там подняемся, как-то манакозим себя. Мы умеем считывать. У нас есть четко, мы понимаем людей. Мы подбираем друзей, мы подбираем себе работников и предприятия. Мы, как-то, оставляем оценки, там, перспективные, не перспективные, как-то понимаем. Это вот опираемся на это. Но еще раз подчеркиваю, гаммитус, он в активной позиции. Он внутри, он ограничивает, но при этом он в активной позиции. Узнавать или не узнавать. И это колоссальная, конечно, вещь. От того понимания, это для меня просто открытие очень важное. Ага. Еще? Галина Борисовна. А? Вот сейчас записываю. В первый раз записываю. По частям у меня все это есть, а вот так, чтобы целиком я рассказывал. Надо следить? Без денег надо. Без денег надо. И сделаем. Конечно. Ну и теперь переходим к прикольным вопросам. Да? У нас стоит прикольный вопрос. Мы понимаем. У каждого из нас, а, есть таланты. Все понимают? Ну, все понимают, что есть скрипит таланты. Так ли? Все понимают. И в процессе вот нашей сегодняшней деятельности, каждодневной деятельности, на работе, на обучении, в реабилитации, на дилитации. Да? Я знаю таланты. А? Ну, что такое ценность? Ну, что такое ценность? Вот, этот феномен мы сформулировали. Вселенное основное используем. Используем ценность, личная ценность идеальная, ценность там, корпоративная ценность. Мы все это используем. Вот как вот феномен, мы для себя, как метафору такую, функциональную метафору определили, это прошлое лето, когда в 16-м году я был в Севастополе, мы работали с Всероссийским обществом слепых с отделением крымским, я доправляю мастер-классы, и я осознал, что такое ценность, ценность это мгновенно в голове прикосновение к преобновению, что становится ценностью для меня, когда я попал в какую-то ситуацию негативную, тогда я справился, и когда запоминается, по-моему, называется имприн, когда запоминается, для меня это становится внешним таким, внутренним таким натворным, с чем сравнивать, ценно для меня, для меня ценно вот это, и этот опыт преодоления очень важен и очень перспективен с точки зрения управления культурой, о которой мы будем дальше говорить. То есть у нас есть скрытые таланты, у каждого из нас есть ценности, и каждый из нас оказывается в какой-то культурной среде. Возьмем, например, предприятие, предприятие, на которое вы хотели бы прийти и продавать ваши услуги, сделать так, чтобы ваши услуги были не просто востребованы ежесекундно, а в один раз. А что, потому что люди, благословительные отношения с этим предприятием? И у нас есть степень, в которых у нас быть им интересен, как и о чем мы должны говорить. Есть такое понятие профессиональная культура. Профессиональная культура, все измеримо, это у нас система управления, это организационно-профессиональная среда, в которой воспитывается интуитивный работник, это профессиональная культура работника, насколько он в профессии культурен, а насколько он понимает свою профессию, насколько он авторитет своей профессии. И вот это все вместе проявляется в поведении. Так вот, я уже об этом начал говорить, достигать затронированных производственных показателей можно при низком уровне профессиональной культуры. Это мы стали понимать, когда стали работать с крупными компаниями. Там есть много разных подразделений. И это та самая проблема, которая мешает нашему с вами образованию высшему по-настоящему встроиться в и удовлетворить заказчик. Потому что, например, высшее образование находится на одном уровне культуры, а заказчик реально абсолютно, тот, кто является потребителем услуг профессиональных, говорит, забудь то, чему тебя учили. У нас будет что-то нового. Так вот, что такое начальный уровень профессиональной культуры, в которой действительно стараются компании отказываться? И где мы с вами можем быть очень важными? И на что мы можем влиять? И каким образом мы можем помогать компании? Начальный уровень культуры легко наблюдается. Это несколько других лиц. Еще раз я подчеркиваю, производственные показатели достигаются. Главные приедут, приходят к этим дверям биццам и спрашивают, какие проблемы? Не выполнят два. Они говорят, да, или не выполнят. Вот, идет вопрос, что вы уже чтобы выполнили? Они говорят, ну, то-то-то-то, когда сделают? Когда-то? Все. Остальные там 5, 25, 30 тысяч человек, все. Там больше к ним. В общем, у меня не можно даже никогда бы меня прожить. У меня есть некоторые люди, которые классно совершенно справляются, с ними вообще не нужны. У меня есть индикационалы, чтобы не ходили, профсоюз, чтобы никогда не приходили. Чтобы не закрывали все эти вопросы, я спокойно себя чувствую. Начальный уровень культуры связан с тем, что мы дистанцируемся, у нас очень мало вовлеченных в профессиональную любительность, профессиональных работников. Люди сидят, они могли бы быть лучше, они могли бы развиваться, но в этой культуре это не востребовалось. Разве, поднадзора, не пофигу, ты сделаешь. Ну, по другим словам. Обычно используются другие слова. Ну, хоть кто-то это сделал, чтобы завтра будет сделан. Может, может, не есть, там, можешь, там, рисковать, 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 рисковать. Не все равно. Иди иди. Начальному уровню профессиональной культуры легко определить. Мы заходим на предприятие, берем документ по заплату о верность, смотрим и читаем. Каждый месяц одни и те же люди повышают чуть большую заплату. Это доверие лица, остальные не нужны. Мы разговариваем с сотрудниками, они говорят, да, мы знаем, кто у вас лучший, и этого не изменить. Они прямо про это говорят. Вот представляете, они живут все время в условиях жесткой интеллинированности. Хоть учись, хоть сквозь повышай профессиональные программы качества присутствуют. Хоть как не занимайся. Если они бессознательно живут по принципу, да не изменить ничего. Что мне нужно им предложить? Обычно образовательная программа повышает повышкация. Повышает повышкация, повышает повышкация. Приходишь, они говорят, забудьте, чему вас учили, но все равно. У меня с этого не будет никогда. Это начальник культуры. И я подчеркиваю, это важно. Переход на каждую сущую не связан с обеим знанием, не связан с лучшими и худшими программами. Ничего не меняется. Хоть на заводе, хоть в области, хоть в стране, ничего не меняется. Это не процесс пленения. Как и каждая практика, переходы всегда с качками, да, не переходят, не происходят следующим образом. Например, следующий уровень, где вся наша основа находится, называется речь будущий уровень. Что такое будущий уровень? Это огромное количество документов про всех компаний, организаций, которые проявляют, ищут в работах, что-то не нарушают, ищут в работах, и так далее, и так далее, и так далее. Что интересно? Реагирующий уровень – это первый уровень, на котором вовлечены все. Я бы хотел, чтобы вы это снова с вами услышали. Вовлечены все. Реагирующий уровень, когда мы всех научили правильно писать отчеты. Мы всех научили правильно прятаться. И теперь мы переходим к самому главному, что у нас в культуре и почему мы так живем. Горкость. Любую культуру цементирует гордость. Чему гордятся работники на начальном уровне? Начальном уровне культуры. Чему гордятся работники на предприятии? Что они? А? Что они, или часто, как они? Что они личностью ухоекили. Не предприятию, а личности. Я ближе к телу. Это первое. А второе – класс, мы сделали, смотрели на что. Мы не знаем, повторим, мы не повторим. У нас будет куча рисков. Мы так это сделаем, как мы взрослые, мы не поняли. Но мы сделали вообще крутые класс. Повторить невозможно. И не получается с трудой повторить. Не получается копировать. Класс, уникальность. Каждый раз, примерно, ошибка, круто, вообще, ничего не предсказуемо. Класс, мы гордимся такой же. А на реагирующем уровне, чем гордятся работники? Слышны. Слышны. Не, а? На реагирующем уровне. Вот, к чему боятся работники? Сдало. А? Сдало. Сдало. Сдало, что, и? Кошли. И не понимали. Сдало, что? Класс. Мы еще приехали, глаз не понимали. Нет, мы кушаем тебя, молодцы, классы. И так же вот. Следующий уже интереснее, да, понимаете? Почему они больше разжигали, что нарушений не дали, что надо... Конечно, что не понимали, но я знаю, что из нарушений не справиться, не нужно настировать. Ну, ловко замаскировались, правильный отчет, хорошие документы там, там, все замечательно. А следующее уже интереснее было с вами, это про прогнозированные уровни. Для чего культура развивается? А мы говорим, например, про профессиональную культуру. Все компании через это прошли. Вот вы услышите, пожалуйста, потребность, колоссания, все компании через это проходят, через эти стадии проходят. Все мечтают попасть хотя бы в прогнозированный уровень, когда у нас из всего огромного набора вот этих вот документов в прогнозированный уровень. Там 40 тысяч и так далее. Появляется несколько простых, ясных и однозначных для того, чтобы мы смогли реально строить прогноз. прогнозированный уровень, когда мы запланировали, и у нас получилось. Хопа, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Снова планировали, опа, а вот так получилось. И мы сидим улучшаем производственный процесс. Мы вдруг там поставили задачу, там повысить позитивность на 5 процентов, и она у нас правда повысилась. Говорит, что такое, говорит, вы говорите, который оказался на прогнозированный уровень и сотрудники. И что происходит? Для того, чтобы у нас стали сбываться прогнозы и стали реализовываться планы, что нужно? Давайте вместе с вами пообсуждаем такую культуру. Что нужно? Кандидат – это поисковь людьми. Чем мы отличаемся? Появляется не просто личная заинтересованность, но тоже, говорят, личную заинтересованность. Но нет инструментов, чтобы человек пройдет для себя. Нет инструментов. Он говорит, что ты не хочешь, будешь зарабатывать? А что ты не работаешь? Так у меня на то и нет, я не понимаю, что я сделаю-то. Да ты же учился только, что ты чего? Тебе что, по словам, ничего? А еще вот опять то же самое повторится. Нет, у меня на то и зависит другая. Полное, не воздействие другого, а третьего, пятого. Здесь на прогнозированный уровень впервые не все начинают решать какие-то единые общие задачи. У нас впервые, понимаете, настоящая проект управления. Хотя бы в своих структурах, в бригадах, работники вдруг на рабочем месте начинают улучшать свои деятельности. Все! Вот представляете, все договорились и начинают улучшать свои деятельности. И приходят молодые работники в такую среду, в такую весовую среду. Чем они урежутся? Чем они начинают гордиться? Чем они начинают гордиться? Успехами своими. Успехами своими какими? Здесь тоже успехи. Слышите, пожалуйста, вы кто в успехе? Здесь успех. Мы успешим. Он успешен в этих людей. Допустим, у него получилось, да, повысить какой-то процент заработка. Вот здесь тоже успех есть. Только успех здесь рядом с шефом, да? И, там, не а университетей управлять. А здесь уже какой-то групповой профессиональный успех. Мы в своей бригаде есть и взяли университеты. Да, уже вклада в общий успех. Чем они протягивают. Я же знаю, что это меня требует. Когда выберут бранчальные люди, ненадимущие люди. Попробуйте заматерировать работника на проекты или на действия какие-то. Он говорит, так, за тебя тоже. А уже в проектном управлении, человек говорит, а как по-другому-то? Я вижу, что проблема, а вообще, чего я буду терпеть по этой проблеме? Я буду ее делать. Да будут выглядеть. У нас есть проектный офис. У нас есть инструмент управления. У нас есть система, где качество работает. Я пишу письмо. Я знаю, что это будет разобрано. Я готов поработать для того, чтобы меня тут подумали, решить, чтобы нас больше не было. Это просто реально любая культура. Представляете, как эти люди смотрят на этих людей? А я говорю, как можно ли это так? Я говорю, что такое просто было? Как на работу? Ну так и есть. Ведь так и есть. У меня знакомые рассказывают. У них, ну, на предприятии, ну, в одном отделе, это разделение поставили руководители. Он реально разделение развалил. Культуру развалил, реально развалил. Не управлял. Отношения с рано расставил. Его сейчас снимают, ставят другого руководителя. И ей рассказывает, там, сотрудник, взрослый человек. Он говорит, наконец-то мы встанем с колен. Он говорит, а в чем ты замазал? Ну что, мы знаем, что плохо, вот почему нужно так терпеть? А в этой структуре, а по другому-то как? О чем мы говорим, если мы снова возвращаемся к процессам реабилитации, абилитации, инклюзивного взаимодействия? Чему учится человек бессознательно на низких уровнях профессиональной культуры? Когда он будет перед собой человека, который правильно справился. Эмоционально, интеллектуально, он правда справился. Но он правда живой приятный. Это и только в инклюзиве это можно сделать экологическим образом. Экологично, без наказаний, без страхов, без, там, драк, там, и так далее. Потому что расширенный гадимус, о которой я говорил, при инклюзивном взаимодействии, при правильно организованном инклюзивном взаимодействии, а мы об этом в первые дни с вами говорим. Мы здесь, в Викторинбурге, работаем в первые дни и думаем над тем, как разработать критерии эффективности, чтобы мы могли гарантировать нашему заказчику, вот про инклюзивные мероприятия, и у вас правда сотрудники уже по другому разговаривают. У вас правда сотрудники начнут говорить про это. и у них в голове будет расширена внутренняя зона комфорта, вы сможете по другому взаимодействовать. Следующий мероприятие, который у нас называется проактивный орган. Проактивный. Представьте, сотрудник может организовать проект сразу между несколькими структурными произведениями. Не просто в пределах. Он понимает, что в этой проблеме еще завязана логистика, в этой проблеме завязана еще бухгалтерия. Я предлагаю организовать проект и иметь все понимания точно так и надо сделать. Ну, так вот так. Слушайте, а что мы раньше не говорили? Давай организуем борьбу и поддержим. А те же еще были высокие уровни, когда у нас не просто были люди, что в маленьких подразделениях существуют, а существуют между подразделениями. Попробуйте, кто занимается организованием, поменять маркетологов с финансистами. Финансистов с этими, с HR-ми, с управлением персонала, по-моему. Попробуйте, да? Даже все белелинцы не могут между собой. А реально не могут. Они говорят, че ты менять? Все там люди говорят, там я ведушку не могу. Я в 15-й раз сегодня в этом говорю. А во время инклюзивного взаимодействия в жительной комнате, во время упор и анализа, 1,5 часа. А во время всяких других мероприятий, там, ну, парусов духа, там, номеров, несколько дней. И это же не просто отдых. Это взаимодействие, все это, которые люди говорят, мы не понимаем ничего, но как-то у нас коллектив изменился, как-то у нас настроение поднимается, как-то мы поверили свои силы, как-то у нас мы что-то стали там решать решение, вопросы решать проще. Удивительные вещи мы можем, мы фиксируем, пока что мы не можем поставить это на поток. Это очень важно, ответственность. Но мы фиксируем, что да, в результате правильно организованного инклюзивного взаимодействия у людей экологичным образом, без революции, без споров, без взаимодействия, без взаимодействия, без взаимодействия. Вау. О! Трудная роль человека с альтернативными потребностями возможностями. проходили. Трудная роль человека с этим, то есть… С вами на лише, у нас красота. С вами на лише, у Вас. Трудная роль человека. Вау. Какие тремлеры мы сейчас предлагаем для того чтобы… Манимонологию, которую мы вводим сейчас, для того, чтобы попытаться не минимализациями, а через функционал описать участников инклюзивного взаимодействия. Но первое, темно, я придумал колпасчиков, это экстрабилити. Экстрабилити это скрытые способности, у человека скрытые способности, которые развиваются именно благодаря ненавидности, именно благодаря преодолению в арктической зависимости. То есть, если, вот я вас не пробовал никогда, мне не нужны эти способности. Мне не нужна такая такая переступленность. Не нужна. Мне, например, не нужна такая дисциплина. Ничем, я могу быть так попроще, полегче. Человек, который правда старается и реабилитировался, что такое дисциплина? По основанию мозга, правильно? По основанию мозга. А сколько компаний хотела бы также научить сотрудников быть дисциплиной, бездисциплинированным, не потому, что из-под партии, а потому, что что-то нормально, чем сам хочет. Или, например, не ориентированность. Там у вас есть, у нас набор компетенций, которые будут достиглены в ближайшее время в мире. Среди них, одна из них, не ориентированность. Экстрабилити глухих. Глухих, а экстрабилити, беспрецедентно, не ориентированность. И вот здесь вот мы ориентировали, когда впервые стали исследовать эти скрытые способности глухих, которые они у себя развивают, благодаря тому, что они не слышат. Мы сегодня начали об этом говорить. Попадает человек в незнакомое место. Первое время мы открыты, внимательно, да, так что, с кем, как. Со стороны, какое это поведение? Когда человек в тюрьму попадает, в незнакомое место, в незнакомое время. Со стороны, такое это поведение? На что похоже? Какая это эмоция? Радости, или там, другое что-то? Мы рады, да, на старого замер, да? Что еще? На старого замер. Тревога, да? Летен флор, правильно, да? Растеренция, значит. Все правильно. Но у нас с вами есть слух. И мы слышим голоса, понимаем, что есть обозначительная атмосфера. А у человека, у которого нет слуха, у него нет этой возможности. Он попадает и видит только тревожных людей. Понимаете? Он видит только тревожных людей. И он связывает это, так как мы говорим, нормально. Человек с собой, да, пришел, он как удалил. То есть, сразу они враги. Прямо они об этом говорят. Сразу же, отторжением, все, мы не разговариваем. И в это время к нему приходит, человек начинает с ним взаимодействовать, и пусть даже не отлично там, не знаю, слова или буквы, да, но они говорят, ты сразу смеешься другом. Ты сразу смеешься другом. Жуть крыхает. И становится скорость переключения. Кландайм, клиент-ориентированность, в мобильзовании, в сервисе. Вот они делают это бессознательно. Для них это нормально. С ним разговаривает все, лучший друг. Он спокойно демонстрирует компетенции, которые мне нужны. И второе, второе, такое тему, которое мы сейчас будем применять, недавно мы презентовали программу по перекрестной реабилитации. Перекрестная реабилитация, это наркозависимые помогают реабилитироваться людям с инвалидностью, а инвалидность с инвалидностью помогает реабилитироваться именно перекрестным. Не просто от другим, а взаимно. Мы презентовали эту программу за бодину Олегу Валентиновичу, главному наркологу области Сверденской, главному врачу областной педагогической больницы Антону Владимировичу по-другому. Мы вводим там прямо функциональный такой термин. Люди с альтернативными потребностями и возможностями. Люди с альтернативными потребностями и возможностями вместо интернета инвалид. Потому что таким образом мы бессознательно научимся и потребностям, и возможностям, которые человек, реабилитирующийся, преодолевающий, развивающий в себе скрытые способности ситуации, формирующий новую судьбу. А на самом деле это у всех, кто здесь сидит, это реально новая судьба. Если не реабилитировался, мы знаем, чем закончится однозначно. Однозначно. Тоска и все остальное прочее. Реабилитировался, развел таланты, жизнь изменилась. Это не только был, один вариант. и этот опыт конусальный, альтернативные потребности и возможностей. Здесь все посидят люди с альтернативными потребностями и возможностями, которыми А должно учиться видеть, Б описан, и три третья на основании их альтернативной потребности и возможностей выстраивает сценарии вовлечения взаимодействия с сценариями, после которых мы с помощью АЛДИА провели сценарии, мы не имеем какая-то потребность вывода у компании. Компания говорит, мы хотим, чтобы все стали в проектах. У всех компаний проектный офис есть, он реально есть. У него это, потому что культурно терминировало другое поведение. Такие слабыецы говорим. Но мы все-таки занимаемся таким научным пошкодом. Вопросы. Вот поэтому. По определению экспобилиити и альтернативной потребности и возможности. Понятно же, да? То есть мы понимаем, что правда люди не могут идти обычным образом. Им нужно создавать определенные условия, а обычным образом не идти не могут. как все. По этому завершение этой теоретической части два еще слова. Во-первых, мы сегодня говорим, мы сегодня сегодня говорим о формировании и создании новой культуры. Новая культура, когда мы понимаем, что главное живой и справился с проблемой. и все живой и справился с проблемой, значит, ты развеешь какие-то таланты, которые нужны обществу. Мы просто должны найти способы проявления этих талантов и дальше, собственно, развить таланты, способности на предприятиях, в культуре и так далее. Мы должны понимать, что для всех МКО, которые существуют сегодня, понятно, должны быть разные эффективности, разные способы поддержки и развития этих талантов и способностей. Это мы должны понимать, это нормально. И повышение зленности системы управления, повышение зленности системы управления, то есть меньшими силами достигаем большего результата, вовлеченность, качество глубина, вовлеченность людей в профессию, развитие в профессии, создание среды, когда человек гордится своими успехами, реальными успехами и созрел это поддерживающие инструменты, стимулирование, обучение и так далее. Это действительно разные культурные уровни. Прямо реально мы видим преднение. А мы с помощью нашего внутреннего взаимодействия еще раз подчеркиваю, можем быстро интуитивно за счет развития культурного капитала, формировать новую культурную среду. Жутко интересно. Жутко интересно. Можете подправить? Да. Просто свежего вообще я еще с вами не делился. Вчера мы в чернее были. Да. В не случилось. Они вчера были в чернее для перечесной реабилитации. Поняли вопрос? Да. Первый раз работают с учеными, да. И я вот такое очень видел восприятие экстрабилизи. То есть я стал проэкстрабилизи людей с инвалидностью. Он стал проэкстрабилизи зависимых данных и сказал знаете для чего он это рассказывал? Они говорят нет я говорю потому что у вас есть свои экстрабилизи которые здесь формировались в заключении из-за ограничений. И как они начали перечислять 10-15 тут же просто никто от меня не берем и тут же говорят это что мы сейчас когда освободимся мы можем использовать когда пойдем в профессию то есть надо не о ценностях и профессии а того что мы можем что ли прощать и я такого не веду так стабилизи проявление инклюзивного взаимодействия сколько можно было рассказывать обычному человеку про то что человек после отсидки должен социализироваться правильно сколько мест предприятия полтора полтора часа через полтора часа у людей надежда появилась что а у них таланты какие-то есть которые правда нужны таланты 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 а какие хорошие другие дитя они помогали в слитана здесь да помогает помогает термин естественно что там еще упорство что еще они сегодня подумают что они как стабилизи абсолютно не могут спокойно думать потому что ничего не думают да что есть записывать просто не было органы записывал да ну что 10-15 и можно так просить на основе этого что ли конкурс учебного часа ага я удивился я не могу даже вспоминал не говорите так как стабилизи не относились как сказали потому что они как стабилизи они долго думают я думаю поэтому не быстро это хорошо воспринимать отлично так вот понедля такой итог в очередной раз я скажу не копируя конкурентное преимущество инклюзивного взаимодействия это не скопировать только инклюзивное взаимодействие мы можем сделать так чтобы экологично трансформировалось в социальном и тренировом инклюзивное взаимодействие во временах земное взаимодействие не образовательные программы там ничем минимально гарантирует что люди будут быстро переходить на качественные уроки да есть такой и на самом деле чего стоят со всеми наши сценарии это новая психология мы используем такую иммунологию удобную очень тоже еще одна ну например в классическом подходе конфликт определяется ну например крутой конфликт человека ну по фрейду там это супер элит да в новом подходе про который мы говорим конфликт определяется тем что человек обучен подавлять таланты а он тратит силы то он тратит силы на то чтобы не быть талантливым чтобы быть как все и в целом связан конфликт человек десятку в голове говорит нет сейчас я не могу быть 10 я могу 4 и он тратит силы нет почему противоречный людей потому что он знает как жить на 10 по максимуму прямо сейчас но живет только в том что научили мы говорим о том что мы окажемся на таких вещей например ты коснулся к какому-то бессознательному или коллективному или что-нибудь там карты Таро это 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 такое многокультурный капитал то есть то что можно изменить состояние потока включенность чувство интереса в развитии своих компетенций вот раф то что мне еще интересней слушай еще что интересней да что правда что еще еще интересней может жизнь быть поиск своего пути это вот с этим связано развитие талантов и поиск своего пути это тоже новая психология готовность к использованию культурного капитала это компетенция которую следует развивать конфликт связан с тем что мы все время сравниваем это вот называется эталонное состояние то что десятка это эталонное состояние то есть чексбинга вот так бы я жил классно было бы здорово эталонное то с чем мы сравниваем и экологичность это состояние когда становится людям жить плохо мы люди надоело им плохо это вот тоже такой момент когда мы едем и после этого ну надежда исчезает кто тут будет терпеть кто это за меня сделает после этого начинаются изменения и третий принцип моего психологии мы относимся ко всему происходящему как к силе как к опорам к опорам которые открывают новые возможности являются дверьми к новым талантам вот все что происходит сейчас может стать дверью к новым талантам прямо сейчас об этом все время говорил Кали Макс чем бы ты сейчас ни занимался вот прямо сейчас каждую секунду ты создаешь свое будущее потому что это было так что была секунда состояние перехода обеспечивается не знанием а экологическим результатом если человек бессознательно понимает что правду на интуитивном уровне понимает что там будет интереснее и веселее и переход назад дороги нет а радости больше чем страшно то приведу примеры про разные уровни культуры когда человек уже спрогнозированный уровень он не понимает как жить вот так он прям ну что ли так живет я не понимаю как так живет это наверное тоже из других компаний рассказывает о них очень сложные отношения ну чем может на самом деле совесть блоки там все впринтаре там подводные камни черные камни другушки там что-то делают беда полная может прийти руководитель из одного подозрения при всех на орать на сотрудника другого при всех прям на орать и так далее и один из руководителей уходит другой руководитель и через полтора года они встречаются и они говорят я не понимаю как я могу конечно так себе вести вообще как так как так друзья я не понимаю тот же самый человек в другом культуре в других странах мы готовы ждать всю жизнь этого момента это четвертый принцип мы готовы ждать всю жизнь этого момента когда ты проявишься в самом лучшем в самом лучшем и самым человечеством измеряешься вступать вовремя в следующий раз ты опять удивишься и самое обидное всего это лучше жить хорошо и пятый принцип понимание бесценно понимание бесценно что твоем мире нужен каждой так как только во взаимодействии с другими развиваются таланты разговаривая только со своими с окружением ты удерживаешься свой разговариваешь разговариваешь с другими людьми ты бессознательно считываешь компетенции ты с другими вообще не будешь с другими культурами я не вижу что там другие не художник с художником а вообще с другими вот тогда только так называется и это колоссальная вещь потому что при взаимодействии с другой культурой сначала возникает слово я не понимаю о чем он говорит а потом что-то интересное там есть по-моему и это уже прикосновение своим искренним талантом уже осознанно более-менее осознанно это выход за рамки зоны комфорта и своих ограничений потому что понимание это тоже ограничение хоть понимание и бесценно но понимание это тоже ограничение это последний принцип новой психологии понимание бесценно и понимание это ограничение ну вот об этом я хотел сегодня рассказать на уровне вебинара спасибо что меня так долго слушали а мы сейчас будем заниматься у нас был первых и мы напишем коммерческое предложение исходя из собственных эссабилити исходя из собственных талантов которые развились благодаря той культуре в которой я оказался спасибо вопросы есть вопросы что подробности то что в течение до лет до лет до 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 Продолжение следует...